Езда с препятствиями. Когда в Зеленогорске приступят к плановому ремонту дорог? Запланировано выполнить 7800 квадратных метров ремонт проезжей части, включая в себя и яночный ремонт. Военкомат за консультацией. В Шушенском побывали специалисты мобильного пункта отбора на контрактную службу. Чаще задают вопросы, где служить, сколько будет денежное удовольствие. Все в основном хотят возле Красноярска, в Красноярске, либо в Красноярском крае служить. Покорили скалодром. В Каннске прошли соревнования среди школьников по спортивному туризму. Индивидуальная страховочная система. Это двоя-вторая одежда. Поэтому она подгоняется по размеру при помощи вот этих пряжей. Иван Васильевич – водитель с большим стажем. За рулем целый день, поэтому все ямы знает наперечет. После зимы дороги превращаются в езду с препятствиями. Об этом не понаслышке знают и в Дорожном надзоре. Состояние проезжих частей мониторят ежедневно. Если раньше отслеживали качество очистки от снега и льда, то после того, как сошел снег, фиксируют каждую неровность на дороге. Просадки, возвышения и выбойны. К примеру, на Комсомольской глубина вот этой ямы составляет свыше 8 сантиметров. ГОСТом 5597 2017 года предусмотрены ямы с 15 сантиметров длиной и более, глубиной от 5 сантиметров и более, и площадью 0,06 квадратных метров. То есть все, что превышает данные размеры, уже является несоответственным требованиям данного стандарта. Для измерения неровности используют специальную дорожную рейку, своеобразный уровень, относительно которого видно отклонение от нормы. Так, на улице Мира после зимы асфальт, который не так давно ремонтировали, просел более чем на 5 сантиметров. Такая же проблема и на улице Парковой. Все недочеты заактируют и в качестве предписания направят в службу заказчика-застройщика. В госавтоинспекции намерены требовать, чтобы ямочный ремонт начали проводить уже в апреле, после установления стабильных положительных температур воздуха. Запланировано выполнить 7800 квадратных метров ремонт проезжей части, включая в себя и ямочный ремонт. Будем так говорить, обычно всегда начинается после того, как асфальтобетонный завод начинает работать, а это где-то 10-20 мая, в зависимости от погодных условий. Если в этом году будет также стоять хорошая теплая погода, то на сегодняшний момент асфальтобетонный завод, который работает на территории нашего города, планирует даже чуть раньше начать, в числах 26-28 в апреле месяце. Контракт на содержание дорог, в который входит и ямочный ремонт, на этот год выиграл комбинат благоустройства. Кроме ямочного, в предстоящем летнем сезоне проведут и более серьезный ремонт с заменой дорожного полотна. Среди восьми участков, которые сегодня требуют ремонта, выделено три приоритетных. Улица Комсомольская, нижняя часть от набережной в сторону Калинина, Изыскательская и Майское шоссе. В службе заказчик намерены объявить торги, которые определят подрядчиков. Ожидается, что к ремонту названных участков дорог они смогут приступить в конце мая-начале июня. Где и как гулять с питомцем, этим вопросом задаются многие железногорцы после принятия в декабре прошлого года закон об отношении к домашним животным. Ведь теперь гулять можно не где угодно, а в специально отведенных местах. И, как обычно, больше всего страдают дворы многоквартирных домов. Сейчас, когда сошел снег, вообще сложно найти чистое место. Хотя по новому закону владельцы обязаны контролировать любые передвижения питомца и убирать за ним. Конечно, я бы хотела, чтобы владельцы убирали за своими собаками, что делаю я. Хотя мы гуляем, в принципе, месяца полтора всего, но за этим мы следим и хотелось бы, чтобы все это делали. Понятно, что грязь вот эта вот, никому неприятно ходить. И мне самой неприятно. Ну и вот, всегда у меня есть пакетик. Достаю пакетик, кучку собрала и до бака. Все унесла, проблем нет. То, что хозяева не убирают за своими собаками, проблема не только эстетическая. Об этом уверенно заявляют санитарные врачи. Возбудительность содержится именно в собачьих экскрементах. Это токсокороз. В принципе, это собачья аскорида. Если человек заразится этим червем, это круглые черви, полного цикла в организме человека не будет, он будет как тупиковый хозяин. В результате половозрелого возбудителя не будет, он будет постоянно в стадии личинки и никуда из организма не уйдет. Новый закон обязывает органы местного самоуправления разработать список территорий для прогулок с животными. Причем места выгула должен предоставить муниципалитет. Было предложено рассмотреть возможность вообще того, чтобы в проектах благоустройства новых территорий предусматривать такие территории по выгулу собак. Конечно, все депутаты люди, у некоторых есть собаки, у меня есть маленькая собака. Собаке не объяснишь, что ты выйди с подъезда, потерпи, дойди до площадки и наслаждайся жизнью. Понятно, что здесь все начинается с себя. И в СанПИН-нормах это прописано, что нужно при себе иметь пакет, совок, намордник, если собака определенного возраста, рост и так далее. То есть все это по сути регламентируется, но исполнительная власть страдает. Стоит отметить, что выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника строго запрещен, пока закон работает не в полную силу, и это отмечают эксперты из разных регионов страны. Кроме того, найти подходящие площадки для выгула собак проблематично. По словам председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности Сергея Шаранова, депутаты высказали предложение о благоустройстве площадки в районе Ленинградского в качестве эксперимента, насколько она будет востребована владельцами. Но так как этот вопрос требует серьезных доработок, его обсудят на следующей неделе. Поезд здоровья отправляется в очередной рейс. В апреле медики будут работать на пяти станциях Багучанского и Нижнеингашского районов края. Состав оснащен современным диагностическим оборудованием. Это рентген, УЗИ, различные лаборатории, стоматологические и хирургические кабинеты. Желающим получить консультации узких специалистов и пройти обследование, необходимо иметь при себе паспорт, полис и выписку из медицинских документов. Помощь предоставляется бесплатно. Участники и ветераны Великой Отечественной войны обслушиваются вне очереди. За день специалисты готовы принять до 150 человек. В Енисейске завершился девятый открытый фестиваль современной музыки «Звуки времени». В конкурсной программе приняли участие 246 юных исполнителей из Северо-Енисейского и Енисейского районов, а также городов Енисейска и Лисосибирска. Они доказывали свое мастерство в трех номинациях – фортепиано, народные инструменты и вокал. В этом году фестиваль был посвящен 400-летию Енисейска. Поэтому все участники, выбравшие для конкурсного исполнения музыкальные произведения, написанные местными авторами или посвященные Енисейску, получили от организаторов специальные призы. На площадке перед районным военкоматом развернулась необычная военная техника. Это не танки и не самоходные орудия, а концертная площадка и мобильный пункт отбора на контрактную службу. Это новая поступает техника на пункты отбора по контракту. В каждом субъекте Российской Федерации у нас сейчас работает пункт отбора на военную службу по контракту. Ну вот он и состоит из КАМАЗа и прицепа. Прицеп вот он, видите, трансформируется экран красивый, показывает видеоролики. Также, значит, на этой сцене можно выступать, значит, песни петь там и так далее. А вот непосредственно в КАМАЗе, вот он трансформируется в такой рабочий кабинет. Там, значит, работают инструкторы пунктов отбора. Пункт отбора принимают граждан, как обычная приемная. Сегодня все желающие могут пообщаться с инструкторами, которые сами несут службу по контракту. Парни рассказывают обо всех возможностях, которые дает профессиональная армия. Чаще задают вопросы, где служить, сколько будет денежное довольствие. Все в основном хотят возле Красноярска, в Красноярске либо в Красноярском крае служить. Но это вот более самые часто задаваемые вопросы. Служить по контракту можно в любой точке Российской Федерации. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства. В каждом из них есть специалисты по отбору на контрактную службу. Чтобы служить на условиях контракта, необходимо пройти строгую медицинскую комиссию. Статистика говорит о том, что большая часть контрактников продлевает свое сотрудничество с вооруженными силами. Мы, допустим, призвали 10 человек. Из этих 10 человек, будем так говорить, 9 человек продлили свой контракт. Естественно, они уже продлевают без военкоматов, а непосредственно в той части, где они проходят службу. Передвижной пункт отбора на службу по контракту работал в нескольких городах Красноярского края, в соседних Акасии и Тыве. На сегодняшний день, благодаря работе мобильного пункта, вооруженные силы пополнились почти на тысячу человек. Индивидуальная страховочная система. Это твоя вторая одежда. Поэтому она подгоняется по размеру при помощи вот этих пряжек. Оборудование и экипировка, как у спасателей или горнолыжников. Без всего этого соревнованиям не состоятся. Поэтому первым делом нужно проверить, чтобы нигде ничего не жало и не болталось. Лишь только после этого участникам можно приступать к выполнению заданий. Единственный зал для занятий спортивным туризмом оборудован в 18-й школе. Это позволяет ребятам тренироваться и проводить соревнования в любое время года. На этот раз им предстояло подняться по крутой наклонной переправе, преодолеть скалодром и маятниковую переправу. Здесь много прикладных навыков. Они точно умеют пользоваться страховочным снаряжением. У нас знаете, когда-то на день города, по-моему, мы показывали мастер-класс. И подходит к нам дедушка старенький и спрашивает у нас, а вы скажите, вот где купить вот это железо? Показывает на... Ну, я говорю, а зачем? Оно уже специальное. И он мне задает вопрос. Так вы же вот сейчас показывали, да, красиво говорили, что вот можно использовать в экстренных случаях. И он говорит, что я купил веревку. А вот если бы у меня была восьмерка, на случай пожара я бы мог эвакуироваться сам, допустим, с третьего этажа. Вот наши соревнования как раз дают детям вот такие навыки. Участниками соревнований стали школьники шестых-восьмых классов. Старшие и уже опытные ребята работают с ними на страховке. Они о туризме знают практически все. Ежегодно ходят в походы, оттачивают навыки на открытом пространстве, выступают на соревнованиях за сборную края. На тренировках были ситуации, где заблуждались. Самое главное – это отбросить панику, успокоиться, сесть в какое-то отдаленное место и сориентироваться на местности, чтобы найти нужный путь, правильную дорогу и прийти к месту. По итогам соревнований лучшими среди девочек стали учащиеся 18-й школы. Среди мальчишек – школьники из 9-й. В личном зачете победили Максим Суровешкин и Юлия Кушнир. Ребята получили грамоты и подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова